Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на Т110Е3. Очень занимательное сражение, скажу я вам. То есть реально это ПТСАУ может тащить и по сей день за счет своей брони и мощного вооружения. И, собственно, сейчас до сих пор еще проходят баталии в режиме ранговые бои. Очень много там бомболения, конечно, но, тем не менее, до 18 ноября это все продлится. Потом нас ждет последний этап линии фронта. В ранговых боях до сих пор можно, ну, конечно же, заработать боны. При этом там постепенно дают награды боновые. То есть, ну, проходя по чуть-чуть, делая какие-то шаги вперед, вы уже получаете хоть немного бонов. То есть необязательно все-таки все, ну, вот эти вот этапы проходить, чтобы получить хоть какие-то награды. Также, если вот сейчас вот зайти в игру, просто вот зайти в игру, сразу же выдают вот такой вот резерв для линии фронта. Ну, весьма выгодный резерв, скажу я вам, потому что с ним гораздо быстрее фармится серебро в линии фронта, а также уровни. Ну, это косвенно как бы влияет на заработок, так как за каждый уровень даются дополнительные еще награды. Также должны появиться в скором времени ЛБЗ, с помощью которых, опять-таки, вы получите дополнительные вот эти вот резервы, которые ускорят ваш прогресс в этом режиме. Ко всем прочему, сегодня везли в продажу премиум Шкоду, ну, довольно-таки, такой вот своеобразный танк, наверное, не для всех, и не всем он понравится, но, тем не менее, разработчики решили его продавать. Стоимость этого танка составляет 2199 рублей, на мой субъективный взгляд, ну, вряд ли он многим игрокам понравится. А вот то, что игрокам реально должно понравиться, это розыгрыш голды в этом видео, так как можно выиграть бесплатно золото, всего лишь прокомментировав видео и оставив свой игровой ник. А также нужно обязательно досмотреть данное видео до конца. Ко всему прочему, 5000 золота вы можете абсолютно бесплатно получить на сайте воткит, где, собственно, разыгрывается это золото и другие разнообразные тут призы можно выиграть. Премиум танки и огромные суммы в голде. Также тут реферальная программа и по моему промокоду вы получаете дополнительную скидку. Итак, идем дальше, друзья, и тут у нас, собственно, наклевывается марафон, все ближе он и ближе. Ну, конечно, он не будет пересекаться вместе с другими событиями, там, линией фронта, ранговыми боями и так далее. Так что он пройдет ближе к концу, собственно, не года, а месяца этого ноября. То есть это будет марафон на Е-75 и на данный момент вот поступает информация с европейского сервера в основном, где разработчики более такие покладистые и часто отвечают на вопросы, что марафон этот станет довольно-таки непростым испытанием для игроков. Очень будет много задач и самая главная награда, ну, это стоящий премиум танк. Сейчас на данный момент на 100% неизвестно, что это за танк будет, но очевидно, что это, скорее всего, Е-75 ТС, потому что на этот танк уже готов 3D стиль и характеристики, и внешний вид уже полностью этого танка сделаны. Также его поднерфили, а, как говорится, всегда, если танк за марафон, то его нужно поднерфить, ну, так разработчики, видимо, думают, потому что если посмотреть на все танки абсолютно, которые выходили в марафоне, там под конец их поднерфили неплохо так. То есть если бы они выходили в изначальном виде, то уж поверьте, они были бы гораздо более имбовыми. Далее у нас еще такой танк как Т-54Е2, еще у него приписка есть, Ренегат, собственно, танк тоже готовится к выходу, но, скорее всего, в продажу. Судя по всему, ну, ближе к Новому году нужно же что-то продавать разработчикам, и Т-54Е2, скорее всего, будет как раз для продажи. Ну, танк интересен тем, что у него хороший УВН, все-таки американец, там, крепкая башня, хотя огромный лючок, который все будут пробивать, и при этом, ну, танка довольно-таки, ну, неплохая такая подвижность, как для тяжа. В целом, наверное, сойдет, ну, хотя для продажи такое себе. Может быть, конечно, что-то разработчики пооригинальнее придумают, но вряд ли. Далее, такой вот танк тоже готовится к выходу под названием А-43 Black Prince прототип. Собственно, сейчас на данный момент не совсем ясно, зачем разработчики этот танк добавляют. Вообще, в последнее время появляется все больше и больше подобных танков, то есть, невысокого уровня, там, шестого-седьмого уровня, который, по сути, просто копирует аналоги, которые уже есть в игре. То есть, естественно, это клон седьмого уровня Black Prince, вот появилась недавно информация о Hellcat седьмого уровня, то есть, вот этот Black Prince шестого уровня, Hellcat седьмого уровня. Вполне вероятно, что разработчики на будущее готовят замены, то есть, некоторые перебалансировки веток, и вот эти машины как раз займут места в ветках. Но это не точно. Далее, что стоит отметить, конечно же, подарки ветеранов будут в этом году, и на этот раз они будут весьма годными. То есть, по информации, опять-таки, с европейского сервера, награды будут значительно повышены. Напомню вам, что самые максимальные награды в прошлом году, это были 5000 бон и 5 миллионов серебра. Но в этом году цифры могут многократно возрасти вплоть до 15 тысяч бон, в зависимости от тех вот очков, которые ветераны заработали за этот год. Именно активность их, ну, скорее всего, будет учитываться, то есть, сколько боев они наиграли, а не только, когда они там зарегистрировались. Поэтому, если хотите получить по цене награды ветеранов, наверное, имеет смысл почаще играть в танки. Собственно, сам танк, который будет выдаваться ветеранам на ваших экранах, это, вероятно, объект 777 вариант 2. По крайней мере, с европейских источников называют именно этот танк. Он, конечно, очень годен в плане характеристик. И, собственно, в бонах, если еще 15 тысяч бон дадут, то это как раз хватит в боновом магазине купить десятку. То есть, по сути, получаешь одну девятку, одну десятку. Если, конечно, ты не скупил там в боновом магазине все подряд. Вообще, про боновый магазин нужно отдельное видео сделать, потому что там некоторая информация появилась. И, собственно, в 2020 году на боновый магазин будут очень сильно рассчитывать. Почему? Да потому что множество режимов готовится в 2020 году. Там вот если по пальцам пересчитать ранговые бои, новый сезон, то есть очень сильно будут ранги перебалансировать, переделывать. Потому что в этом году очень много вайна по поводу рангов, скорее всего, их еще будут облегчать, но ненамного. Также ПВЕ режим готовится на постоянной основе. То есть он будет тоже разделен, скорее всего, на сезоны. То есть очень много будет активностей такого плана в 2020 году. Опять-таки, за ПВЕ режим и за ранги, естественно, будут давать боны. Ну а чтобы у игроков появилось желание вообще за эти боны сражаться, боновый магазин будет очень сильно обновляться. То есть, скорее всего, добавление танков ускорится. И среди них появятся те танки, в первую очередь, в начале которой, собственно, были выведены из игры. И сейчас на данный момент требуется им апп. То есть нужно улучшать их характеристики. А, собственно, для этого нужно для начала как-то распространить этот танк в рандоме. Ну вот как раз разработчики по скидкам будут продавать такие вот танки за боны, чтобы потом их апнуть. Первый такой танк уже, кстати, стартовал в боновом магазине. Это ФВ-215Б. Этот тяж, собственно, уже распространяется в рандоме. И разработчики начали собирать по нему статистику. И в скором времени, собственно, вы сможете получить апп этого танка. Ну, как в скором времени, я имею в виду, то есть пройдет там не год, а где-то, наверное, поменьше, конечно. Ну, я думаю, уже где-то в первой половине 2020 года этот танк получит значительный такой апп. Также, конечно, еще из режима стоит отметить Королевскую битву. То есть она тоже очень сильно разработчикам понравилась. Результаты превыше всех ожиданий. То есть хорошая активность игроков, блогеры привлечены. И, в общем, в целом в 2020 году Королевская битва может, во-первых, стать продолжением киберспорта, где киберспортсмены сами по себе будут там сражаться. И также это еще и будет дополнительным таким режимом, где можно получать боны и другие награды. То есть все как бы будет крутиться вокруг бонов. То есть боны это такая валюта будет, которая необходима для того, чтобы нагибать. И сейчас вот имеет смысл боны накапливать, потому что в 2020 году как раз очень сильно расширится список танков, которые будут продаваться за боны. Например, можно отметить ФВД ИС-15Б-173, ФОЖ-155. Также Объект 903. Также ИС-5. Вот такие вот танки, которые раньше были в игре. Конечно же, можно еще отметить и другие танки. Но сейчас вот не об этом видео. Сейчас уже, в принципе, все, что я хотел, я вам рассказал. И на этом я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо, что смотрели. Если хотите увидеть, кстати, видео про боновый магазин, появилась некоторая информация, то пишите в комментариях. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.